Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко с нами. На связи, Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Озвучивали мы неоднократно эту информацию господина Резникова, слова министра обороны Украины. Звучало это, наверное, на протяжении всего года от военных, от многих экспертов в Украине. Для Украины приоритет номер один – это средства ПВО, это сейчас боеприпасы. Как думаете, если говорить по средствам ПВО, кто из государств... Помощь, понятное дело, помощь большая, помощь колоссальная, мало этого не будет никогда. Но кто из государств, которые либо уже помогают, либо еще не начали помогать, могли бы дать больше, могли бы дать какую-то, знаете, внести более весомую лепту в то, чтобы остановить агрессию Российской Федерации? На самом деле многие помогают, и мы видим, что страны Запада, европейские страны и Соединенные Штаты, они активно включились. Я могу сказать, что большинство из стран Европейского Союза, они в той или иной степени участвуют в усилении противовоздушной обороны для Украины. Нам для продолжения ее усиления необходимы самолеты. Это необходимо сказать откровенно. Нам очень необходимы самолеты для того, чтобы повышать эффективность наших боевых действий в небе, для того, чтобы поражать авиацию противника. Сейчас Россия активизировала использование своих ВКС и своих самолетов в районе ведения боевых действий, то есть на линии фронта. Пытаясь наносить бомбовые удары, там тоже необходимо бороться фактически с вражеской авиацией. Для этого необходимы и самолеты, и средства поражения среднего и малого радиуса действия, начиная из дополнительных ПЗРК, заканчивая системами, такими как НАСАМС и IRIS-T. То есть на сегодняшний день для нас очень важно усиление этого компонента. И за счет не только зенитно-ракетных комплексов или переносных зенитно-ракетных комплексов, но также и авиации. Это достаточно серьезно бы усилило нашу безопасность в небе. Ну и что касается стран, которые имеют, скажем так, ведущую роль в предоставлении систем противовоздушной обороны для Украины, это на сегодняшний день США. Это Германия, это Норвегия, потому что комплекс НАСАМС, он норвежско-американского производства, который мы получаем. Также есть решение Франции и Италии о предоставлении комплекса SAMT, тоже дальнего радиуса действия. Поэтому, скажем так, есть движение в этом направлении, но, конечно же, нам необходимо больше, поскольку мы видим, что Россия не прекращает, во-первых, тактику ракетного террора и удара по гражданским строениям, по объектам инфраструктуры в Украине, но и также усиливает свой компонент воздушных сил в районе ведения боевых действий. Александр, давайте далее о авиационной составляющей. Поговорим, Польша и Словакия договорились совместно передать Украине истребители МиГ-29. Братислава готова предоставить 13 самолетов, но сначала это должен утвердить парламент, заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь. Он отметил, что пришло время, наконец, принять решение. Напомню, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова передать Украине все свои истребители МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении воздушных сил. Александр, ну, возникает вопрос, а когда ждать конкретных шагов? Мы видим сейчас очень много заявлений, но хотелось бы, знаете, получить уже хоть какой-то результат. Понятно, что это большое желание, но и вы сказали о большой необходимости именно авиационной поддержки со стороны наших партнеров. Но все же, вот как вы оцените ту историю, как движется решение этого вопроса и когда он все-таки может разрешиться? Ну, я вижу, что решение движется в правильном, что вообще разрешение вопроса движется в правильном направлении, поскольку все-таки мы уже не единожды слышали подобные заявления о том, что Польша и Словакия готовы передать Украине свои ими. Конечно же, мы рассчитываем и на самолеты 4,4+, поколения, я имею в виду такие, как F-16. И этот вопрос, я думаю, с повестки дня никто снимать не будет. Но если, скажем так, получить модернизированные ими, которые будут оснащены ракетами западного образца, то есть достаточно серьезным комплексом вооружений, это можно использовать достаточно эффективно на переходном этапе от момента сегодняшнего до момента решения о поставках в Украину F-16 или других самолетов, которые нам крайне необходимы. Что касается непосредственно решений, я думаю, что оно где-то уже на выходе. Ну, вероятнее всего, то есть раз уже делаются публичные заявления, это значит, что решение уже где-то готовится к его реализации. Как только будет политическое решение, как только будет согласование, необходимое с точки зрения законодательства Словакии и Польши, этих стран, что обязательно, я думаю, что это вопрос нескольких дней, когда эмиги могут уже быть использованы в небе над Украиной. Говоря о помощи союзников, президент США Джо Байден обнародовал свой бюджетный запрос на следующий год. Он просит выделить на поддержку Украины более 6 миллиардов долларов, сообщает The New York Times. Это увеличит общие расходы Соединенных Штатов на помощь Украине и ее соседям до более чем 80 миллиардов долларов с начала полномасштабного вторжения России. Для того, чтобы такая инициатива вступила в силу, ее должен утвердить Конгресс Соединенных Штатов Америки. Два момента. Как думаете, насколько... Ну, все-таки пример такого огромного государства, одной из сверхдержав, по сути, в мире, пример помощи, это насколько вот эта инициатива стала примером для других государств, как думаете? И второй момент. На что еще Штаты готовы в поддержке Украины? И как долго эта поддержка может еще существовать? Ну, поддержка на сегодняшний день есть. Она задекларирована. Я вам хочу сказать, что мы можем говорить фактами. Если мы говорим фактами, то буквально по состоянию, вот на начало года, да, вот начало года это порядка практически двух третий. Две трети фактически от некоторых пакетов помощи всей за прошлый год уже Украина получила суммарно. То есть, либо было обещано. То есть, я хочу просто акцентировать внимание, насколько увеличиваются объемы помощи. Это же только начало года. Прошло тут буквально два-два с половиной месяца от начала этого года. И мы уже имеем такие серьезные пакеты помощи, которые предусматривают и бронетехнику, и средства противовоздушной обороны, и артиллерийские снаряды, и боеприпасы, и ракеты для систем Хаймерс, и так далее. То есть, несмотря на заявление скептиков, помощь имеет тенденцию только нарастать. Как может измениться ситуация в дальнейшем и может ли? Ну, понятно, что как в странах любых демократических свободных могут быть изменения ввиду избирательных кампаний и так далее. Но и это может, скажем так, каким-то образом вызывать дискуссии, в том числе, мы знаем, там есть небольшие фракции внутри республиканской партии, которые могут там заявлять о том, что, может быть, необходимо пересматривать какую-то поддержку и так далее. Но на сегодняшний день большинство американского общества, если посмотреть социологические опросы, они выступают за поддержку Украины. Мне кажется, что как нельзя лучше высказался об этом Джон Кирби, советник по стратегическим коммуникациям как раз в Белом доме, который сказал о том, что если американцы хотят воевать и хотят пойти на войну и воевать с Россией, возможно, не только с Россией, то необходимо прекратить помощь Украине. Если они не хотят этого делать, то необходимо увеличивать помощь для Украины. Приблизительно так он сказал. Я думаю, что лучше не скажет для того, чтобы избежать любых спекуляций о том, что какую-то помощь необходимо там уменьшить или так далее. Ее необходимо только увеличивать. Давайте далее еще обсудим вот такую историю о времени, о прогнозах, об ожиданиях. Россия может еще два года продолжать войну против Украины с нынешней интенсивностью. Важный момент. Об этом заявил глава военной разведки Литвы Олегиус Павловичус. Он подчеркнул, что агрессор имеет достаточные ресурсы для ведения длительных боевых действий и не отказывается от первоначального плана захвата Украины. Давайте услышим эту позицию. Россия оккупировала и держит под контролем одну пятую территорию Украины. Не похоже, что она потеряла решимость действовать дальше. Кроме того, ресурсов для длительной войны у России достаточно и хватит, чтобы продолжить войну с нынешней интенсивностью в течение двух лет. Поэтому всесторонняя военная, политическая и экономическая помощь Украине остается жизненно необходимой. Олегиус Павловичус, глава военной разведки Литвы. Россия оккупировала. Да, уже услышали. Давайте я добавлю от себя. Мы еще можем говорить о возможных ожиданиях со стороны официального Пекина, потому что ряд СМИ, в частности, японские издания Никеезия, сообщали о том, что вот там они смоделировали ситуацию, на уровне партийных анализаторов Китайской Народной Республики и партии тамошней. И, по их данным, война, вполне возможно, может уже закончиться в летом этого года. Понятно, что там делают ставку на Россию, но говорят о том, что ресурсно не смогут потянуть, понятно, и российские войска, но и они говорят о том, что, возможно, Украина тоже будет истощена. Ну, понятно, почему. Александр, как вы смотрите на эти прогнозы, и каковы, возможно, ваши ожидания? Есть ли сейчас данные, от которых мы можем отталкиваться, говоря о том, когда же могут произойти вот эти переломные моменты, говорящие об окончании хотя бы острой фазы? Наверное, точно не от данных китайских аналитиков, поскольку... Небольшого вы мнения, невысокого. Нет, а я объясню, почему. Я когда прочитал это сообщение со ссылкой на их Академию военных наук, они пишут о том, что это закончится летом победой России. Вы знаете, что когда вы открываете любой учебник, любую книгу или какой-то доклад, есть аббревиатуры, что они обозначают. Либо, скажем так, толкование слов. Так вот, что в понимании китайских товарищей победа России? О том, что такое победа России, не знает даже Путин. Он и может конкретизировать цели так называемой специальной военной операции. Они у него постоянно меняются. Что они подразумевают под победой? Вот мне интересно. Это не конкретизировано. Поскольку это уже не конкретизировано, поскольку не разобрались понятия, как можно серьезно к этому относиться. При всем уважении я не уменьшаю, скажем так, присутствие аналитической составляющей и так далее. Но, тем не менее, это важный момент. Что касается ресурсов. Ну, ресурсы, они исчерпываются у России. Я думаю, что тут как раз китайский намек стоит воспринимать так, что, в принципе, если вам Китай не поможет, либо кто-то другой, то вы не протянете долго. Я хочу напомнить просто. Вот многим тем, кто рассказывает о том, что Россия всегда была могущественной, там самостоятельной и так далее. Во-первых, весь российский военно-промышленный комплекс во многом интегрирован в западные цепочки поставок и в западные технологии, которые они сейчас в спешном порядке пытаются заменить и пытаются что-то производить. Это первый момент. Второе. Россия практически никогда в истории не побеждала в войнах одна. Без поддержки коалиций, без поддержки отдельных стран, ресурсами, военной помощью, оружием и так далее. Это тоже второй момент. Сейчас тоже не исключение. Видно, что их ресурсы, которые они сейчас поднимают со складов, где они у них есть, естественно, остались в наследстве от Советского Союза, да, они есть. Но в каком состоянии, это тоже, кстати, вопрос. То есть те, кто думает, что приходят куда-то на арсеналы на 100%, сразу любая техника едет, заводится и готова выполнять задания, они тоже ошибаются на самом-то деле. Поэтому ресурсы, они действительно исчерпываются. Я так думаю, что поэтому Кремль так отчаянно ищет помощи и у Китая, и у Ирана, и у Северной Кореи, у любой из других стран, поскольку им крайне необходимы снаряды, боеприпасы, вооружение. Но если, обратите внимание, если миллион патронов, да, вот Sky News сообщает, что миллион патронов, как минимум, Иран передал России, значит, с патронами, со стрелковым вооружением уже тоже начинается, что называется, напряг по некоторым, да, статьям о расходах. Поэтому ситуация, мне кажется, что тут литовская разведка и доклад, он правильно, ну, скажем так, исходит из реальной ситуации, из правильных оценок. Но я бы не сказал, что на два года хватит наведения в той интенсивности, которая есть. Потому что если сейчас, скажем, исходить из момента, который есть сейчас, российские войска ведь наступают, пытаются наступать. Поэтому они расходуют достаточно много сил и средств и боеприпасов. И что мы можем предположить, что, в принципе, в такой интенсивности наступательных действий Россия сможет продолжить около двух лет? Я думаю, что нет. Сможет ли или не сможет? Тоже вопрос еще о поддержке, насколько будут другие государства, Российскую Федерацию, прямо или косвенно поддерживать. И здесь тоже вот буквально еще один вопрос в том, как партнеры, мы когда говорим о помощи Украине со стороны партнеров, важная составляющая – это санкции. Санкции против тех стран, государств, компаний, которые так или иначе способствуют этой агрессии. Например, Штаты ввели санкции против компаний из Китая, поставлявших Ирану детали для шахедов. Иран, который потом же передает дальше Российской Федерации по цепочке. Насколько санкционная политика, она и так работает против Российской Федерации, в частности, экономика. Когда экономика Российской Федерации, как говорит Путин, выходит на новый цикл, то это на новый цикл не развития, это на новый цикл деградации. И в том числе это благодаря санкциям. Как такие государства, как Штаты в том числе, могут противостоять? Достаточно ли этих санкций, чтобы противостоять тем, кто готов эту агрессию поддерживать? Санкции, скажем так, они в полной мере, если мы говорим о поддержке военной, они не гарантируют того, что какая-то из стран не будет передавать свое вооружение, свои системы и так далее, к сожалению. И пример к тому Иран. Если бы не было примера Ирана, который взялся за активизацию военно-технического сотрудничества, достаточно активную с Россией, можно было бы сказать, что они действуют. Есть страны, которые умнее и которые действуют более гибкие и осторожнее. Это, например, как Китай. Они, несмотря на свои заявления, пока нет фактов поставок. Хотя риторика, скажем, тоже возрастает, и заявления достаточно такие острого характера. Они идут сейчас и от министра иностранных дел, и от разных политиков, представителей Компартии Китая. Но, тем не менее, они выглядят умнее, и они действительно не хотят сейчас, скажем так, идти на санкционные риски. А вот определенные страны, такие как Иран, например, которые сами находятся под санкциями много лет, в принципе, как и Россия, у них тут много общего достаточно. Они же там проводят круглые столы о том, как вести экономику в условиях санкций. Они, вот мы видим, это не останавливает. Вопрос в том, что санкции, они, конечно же, имеют характер, но этот характер, он может, скажем так, оказать свое воздействие в будущем. А есть еще один санкционный характер, который имеет, я думаю, молниеносный эффект. Это то, что мы видим иногда происходит с военными, с объектами военной промышленности того же Ирана, где происходят какие-то взрывы, удары и тому подобное, и уничтожаются производства. Это санкции молниеносного характера, которые имеют достаточно серьезный эффект. И в этом смысле заявление премьер-министра Израиля Бениамина Натаньяху, он дал интервью каналу оппозиционному Iran International, и заявление из Пентагона, которое следует от министра обороны США Ллойда Остина, о том, что они не дадут Ирану, скажем так, получить свою ядерную бомбу и завершить ядерную программу, и будут этому противодействовать. Вот это, мне кажется, в данном случае, наверное, те санкции, без которых не обойтись, и которые будут иметь достаточно быстрый и скорый эффект. Спасибо вам за разговор в прямом эфире телеканала Freedom, за ваш анализ. Благодарим. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, был с нами на связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова